Самый простой ответ на ваш вопрос такой. Россия может решить свои проблемы и повысить свой экономический рост не в изоляции. Это мой основной посыл. Здесь возникает на этой подиумной дискуссии некий скрытый разрыв между людьми, которые смотрят на внутренние ресурсы и видят в них надежду, и людьми, которые с другой стороны понимают, осознают, что Россия – это часть международной системы, глобальной экономики. Россия не может и не должна изолироваться от международных сил, от международной торговли, капитала, международных рынков. И вот это я хотел бы подчеркнуть в своих словах. В этой связи, я думаю, что политический кризис, разразившийся между Россией и Западом, Европой и Соединёнными Штатами, Чарльз, комментирую ваши слова. Одновременно этот кризис более серьёзен, чем он кажется. Санкции вряд ли можно считать временным капризом. По мере ухудшения ситуации в Украине, которого следует ожидать в ближайшие недели, я настаиваю на прогнозе о расширении санкций и углублении санкций. Они вряд ли исчезнут. И в этих обстоятельствах Россия не просто откажется от завоёванного политического доверия к себе в Европе и в США, так же точно, настолько же серьёзно, Россия откажется от доверия к себе со стороны участников рынка. В результате Россия может всё больше оказаться за бортом международных рынков. Это будет иметь очень серьёзные последствия для дальнейшего развития и направления развития российской экономики. Иными словами, на мой взгляд, ради региональной политической ввязанности в событии на Украине, Россия с большой вероятностью ставит под угрозу собственное экономическое будущее. Крым многим россиянам вдруг показался тактическим успехом. В лучшем случае это первая победа, когда Россия осознает расходы с этим связанные и логистические сложности. Сейчас эти расходы попадут на Россию, упадут на голову россиян. И более того, хуже того, это может быть даже не пирова победа, а экономический самострел. И если всё станет серьёзнее, при углублении кризиса в ближайшие недели и месяцы, я, конечно, надеюсь, что этого не произойдёт, Россия и российское правительство могут всего этого избежать, но если кризис всё-таки углубится, я думаю, что россияне станут задаваться вопросом неприятным. Это будут неприятные вопросы о том, куда дальше двигаться российская экономика. И многие спросят себя что если нам закрыться в экономическом плане, если остальной мир хочет относиться к нам именно так. Это может привести к ряду очень опасных выводов. Очень опасных. Люди будут говорить, если нас ненавидит Запад, почему бы не обратиться на Восток? Даже если это означает дать ряд нежелательных преференций Китаю, возможно, именно эти преференции мы видели в газовой сделке на этой неделе. Люди могут сказать себе и другим, если мы не можем полагаться на прямые иностранные инвестиции, давайте будем просто полагаться на старинные укоренившиеся монополистические компании. Это будет крайне неправильный вывод. Из того, что люди могут воспринимать как искусственно созданный выбор, нельзя говорить себе, что международные финансы против нас. давайте наседать больше на Минфин, больше, чем это было раньше. Если международная торговля нам становится не под силу, давайте займемся протекционизмом. Это не то, что следует себе говорить. Если иностранные рынки нам не благоволят, давайте вообще от них откажемся. В этом коренится огромная опасность. Люди могут считать этот выбор правильным, но если они будут фундаментально неправильными, эти выборы, которые я только что описал, вы очень быстро обнаружите, что не только Россия и ее экономика закрываются в отношении всего остального мира. Вы поймете, что российская экономика вступает в полосу регресса, а не прогресса. Не эти выборы, не эти решения нужно принимать России. И я очень надеюсь, что Россия сможет восстановить доверие, доверие к себе, но это будет зависеть от политических решений со стороны российского правительства. Они должны быть приняты в правильном направлении в ближайшее время. Продолжение следует... Продолжение следует...